Друзья, добрый вечер. Снова кухня Женезова. Двойного мясночения. Значит, что мы сейчас с вами будем смотреть? А, я сегодня снял фильм, сказал 29, это 30 мая. Мы сняли фильм о последней, наверное, о последней посылке черенков. Вот, и теперь, нет, после этого еще десяток черенков было заказано. Я еще ее не собирал, но принцип уже как собирать посылки, чтобы дошли. И, вот, предпоследняя посылка отправил первым классом. Получилось 700. Это и к тому, что дорогая получается посылка. Это тоже важно, ведь мы с вами еще и деньги. Один зарабатывает, другие тратят. Вот, Вера Николаевна, еще раз привет. 700. 32 рубля обошлась. Первый класс, первый класс. Вот. Но этот потому что черенками. С сухими кошками не обязательно. С сухими кошками обойдется почти в два раза дешевле. Ну, наверное, рублей 400. Это будет уже попроще. Уже не надо, чтобы не считать, а то, мол, проснется. Вот, но, Вера, я вам отправил все-таки, нервы не выдержали. Хочется, хотелось быстрее. Вот, и передам все. Я сейчас лазил в погреб. Момент ответственный. Даже очень ответственный. Потому что, вот он мой, часть моего золотого запаса России. И, кому пригодится, ну, сказать, сейчас я соберу две посылки с косточками. Пусть немного, но заказывает. Я хотел вас познакомить, что это вообще такие косточки, откуда они берутся. Так, любая косточка 15 рублей. До каких пор будет 15, вы уже догадались. Правильно, до следующего урожая. Вот, или я раньше мост лавочку закрою, подниму цену. Это будет зависеть от спроса. Теперь так. Я специально золотую тарелочку подставил. Да, идет ли запись. Всякое у меня бывало. Бывало и пустоту говорил. Так, вот она, банка. Ага. Значит, идет ли запись. Смотрим, что здесь написано. Академикам, я расшифровываю свои запасы. А это не все, все у меня. Если видно, вон они еще. Вот. А здесь самые ходовые. Итак, Академик и Амур. Почему водная банка? Это, как вам сказать-то? Вот у меня помощницы есть и даже дети помогали. Путаница могла быть страшная. Представим себе. Академик и Амур. Между ними два метра. Кроны вот так вот, вот так вот сомкнулись. И попробую различить. Но это крайний случай. Почему? Да потому что, разве можно спутать роскошный плод Амура? Нет, не так. Роскошный плод Академика. 8-100 грамм. А бывает и 120. Вот. Ну, поэтому. Смотрите. Смотрите. И смотрите, чтобы вам не морочили голову. Вот. Сейчас я, даже кто-то схватится за голову. Ой, а почему я не заказал Академика? А потому что я считал, что у меня их уже нету. Ну, вот нашел же банку. У меня сейчас там 100 штук этих банок. Включая вот эти вот. У меня там, я посчитал около 100 штук. А в каждой полторы-две тысячи костей. Ну, понимаете, что золотой запас России, это моя ответственность перед страной. Но чиновники эту ответственность со мной не разделяют. Итак, смотрим сюда. Вот они, да. Смотрите. Амур, он по размеру почти как... И так оно и есть. 20-25 грамм. Но это... Если урожай был бы поменьше, а не вот этот огромный, что у меня, я показывал, ветки рушились. На ветке с 5-8 ведра. Вот на ветке 5-8 ведра. Вот. И сколько я не подставлял этих... самых... Все равно рушились. И вот они... Сейчас самое интересное скажу. Вот. В двух метрах растет академик. Академик. Вот он. Можно спутать? Нельзя. Поэтому я махаю рукой, говорю, вот два дерева. Собирайте в одну банку. Вот. А я уж потом разберусь. Смотрите внимательно. Можно разделить? Смотрите. Можно разделить? Давайте вот так посмотрим. Можно разделить? Отделить Амур от академика. Вот. Теперь. Что вырастет с академика? Если у Аполит Амур. Ну пусть уже будет не 80, не 100 грамм. А 50 грамм. Вы меня что, это самое, ругать будете? Нет. Это будет чудом. Почему? Смотрите. Качество даст, допустим, академик. Так. А морозостойкость невероятная, урожайность невероятная, даст Амур. И пусть все-таки получится 25-30 грамм как Амур. И все равно, это, то есть в Амур пойдет. Это, значит, трансфортабельность. Плотная мякоть. Значит, отделяющая косточка. Соки, компоты, варенье. Я его называю. Второе название для моря я придумал. Знаете, какое? Мечта хозяйки. Заметьте, не роскошный академик. Вот. А именно Амур. Все, приехали. Значит, я, к сожалению, в догонку говорю тем, кому высовал каталоги. Здесь довольно приличное количество академиков. Довольно приличное. Согласны со мной? И еще в других банках вот встречается, как там незаконно. Потому что не то, что они добросовестно собирали. Но у меня есть и три дерева рядом. Главное, что ждать. Кто-то скажет, я заказал Амур. Вот вы мне сейчас расхвалили Амур. Ой, все, Амур, Амур, Амур. Кто вас вырастет? Понятия не имею. Вот. Это будет уже не Амур. Это будет уже Сенец Амура. Поняли, да? Дальше. Для регионов, которые мы называем сейчас... Мы называем Северо-Запад и Дальний Восток. Сырость, 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 сырость. И люди отчаялись. И первое, говорю, не калечьте деревья. Вот знаете, вот здесь я уже не буду показывать. Позорить человека. Доктор наук, 30-летний стаж. Выпустила книгу. В книге, по моим понятиям, расписано, как уничтожать черешни. И, заметьте, не выращивайте, а уничтожать. Все расписано, и схема, и словами. Выдели 8 веток в ярусе, 5 отрезки. Дурел, когда читал. Дурел. Этот самый. Вот до чего дожило. Что я думаю иногда, что я с ума схожу. Когда вот это читаю, да? А почему я эту книгу вспомнил? Чтобы вы не резали черешни, вишни, ничего не резьте. Тогда они полезут туда за мертвичиной грибы. За мертвичиной, заметьте. Потому что скоро мороз выжигает, выгрызает ткань, выгрызает, делают ее мертвой. О чем не знают те, кто пишет. Для них это обрезка на кольцо, это святое слово. Вот, понимаете? Вот отрежьте, я, как всегда, у меня понесло. Вот тут отрежьте. Трудно будет жить без пальцев. Но извините, если отрежет по локоть, вот сюда, вот так вот. Вам легче будет жить? А дерево? Нет обрезка на кольцо. Так вот, я не зря сказал. Эта обрезка на кольцо губит деревья, прежде всего, в сырых регионах. Я уже говорил, северо-запад, Дальний Восток. Вот. Вот, и дети соприкасаются с океанами, и пассатами, и муссонами, и так далее. Поэтому, значит, Украина. Что здесь написано? Дер-дель. Тут, правда, его еще называют. Гар-дель, но это, надо сказать, непринципиально. Значит, Украина, Херсонская область. Деревня в этом... Боюсь название деревни говорить. Там могила моего деда, бабушки, отца и матери. Это Берславский район. Вот. Деревня разбомблена. Вот. А название боюсь произнести. Так вот, в этой деревне оттуда веточку привез. Получил вот это чудо. Вы видели не раз, кто знает. 40 ведер и еще сколько там осталось. Я показывал. Ковром косточки лежат, не собранные. Вот. Собрал. Уже пару таких банок продал. Кушать-то хочется. И в чем их прелесть. Я бывал несколько лет на Украине зимой. Несколько раз. Вот. А это... А там сырость уже благодаря не океану, и не Балтийскому морю. Как на северо-западе. А там Каховское водохранилище. То самое, которое уничтожено. То есть спустили, взорвали плотину, спустили. Вот. А там из-за этой вот плотины, ой, из-за этого вот незамерзающего во многих, не каждый год замерзающего, там постоянная сырость. Сырость невероятная. У меня хлеб, если я оставляю на столе кусочек хлеба, он через полчаса становится сухарем. Вот. У меня. Вот такой у нас хлеба сухой. А там вообще хлеб не прятали. Сколько помню с детства. Не прятали. И вот я хожу зимой, уже, уже новичанин, уже взрослый человек, я хожу, я вижу, стоит туман, мокрый туман стоит всю зиму. То выпадет снег, растает, опять мокрый туман, опять мелкий дождь идет, три дня. Видимо, от этой маленький циклончик, от той же самой водохранилища. Вот это я видел. И в нашей деревне, Бреставское время, в каждом доме растут, и ни хрена им не делается. Вы понимаете? Вот они. Это бесценные сокровища. Но пусть они мелкие. И опять, они сродни, то есть они ничем внешне не отличаются от манджурцев. Те же соки, компоты, варенье, джемы, и прочее. Пожалуйста, ребята, это что, не для вас? Или такие, или уже никакие? Сколько уже накалывались, знаете, самые? Абрикос, это засухоустойчивая культура. Он может выдерживать любые засухи. Но, я в Москве, сколько сейчас, еще раз гляну, пишет запись, есть запись, еще минут 8 у меня есть. Я в Москве, я три дня, из них два дня, все дачи обшариваю. Ужас невероятный. Дождь, вот чистое небо, вдруг дождь пошел, опять дождь пошел. У нас вдруг дождь пришел, с градом, с громом, а там нет таких, откуда они берутся, и течет. А этот диктор по телевизору говорит, мне говорит, в Москву четвертый год заливает дожди. И один абрикос нашел, один больной, несчастный, почему-то он был перебинтован, ему было сделано двухметровое, крона, как положено, да, вот сейчас бы я эту книгу открыл, не хочу автора позорить, а там как раз крона, штамп, ой, я говорил, с этапометром, штамп, а там был весь замотанный бинтами, ну догадывайся, почему. Вот, три плодика, и есть невозможно, а эти, съедобные, вот, а я рассказывал, он у меня выиграл, случайно, невольный конкурс, этот самый, когда у меня в гостях было, двенадцать человек, я тринадцатый, вот, все, кроме меня проголосовали, что он вкуснее королевского, где у меня королевский вагон, вкуснее королевского, ну, представляете, и вот это чудо, ведь, уже, сколько можно любоваться на него, второй год любуюсь, никто не покупает, выговорился, ну, показать крупный план, а что я показываю, сало, как сало, вот они, видели, да, вот, ну, чисто внешне немножко даже отличается, потемнее как-то, еще быстрее, значит, черемушки, это, я называю, ну, можно сказать, винегрет, это смесь, я называю сорти, значит, плоды, сорок, шестьдесят грамм, вот, значит, обнаружено было, эти несколько деревьев, черемушки, были обнаружены, знаете, как, их никто, правда, и не прятал, но, моя помощница, ученица, и достойнейший, и аспирант, и будущий ученый, кандидат наук, и уже заработала звание, государственная премия по Каслянскому государственной премии, Елена Александровна Савиньевич, вы хорошо знаете, да, приехала из черемушек, и говорит, я была у Милены, это имя, отчество не знаю, и фамилию не знаю, Милены, вот, у нее ваши абрикосы плодоносят, ну, любопытство меня привело к ней, у меня своей было девать некуда, вот девать некуда, я не выдержал все равно, почему, у пианиста, которого вы знаете, у него из пяти деревьев два моих, так, самых вот этих, вот, вот этих, куда он делся, вот, ау-у-у, ау-у-у, ау-у-у-у, а, да что такое, уже куда-то отставил, ну, короче, академик, и королевский, у него мои, и Милена, от него живет, допустим, 300 метров, а у Милены, тоже мои деревья, то есть, она купила саженцы, у-у-у-у-ня, у-ж-е-л-е-з-у-ва, и она, тоже вырослась в сад, и у нее тоже рядом, ни одного манчжур, ни одного, где это, ни одного жерделя, и ни одного, где манчжуис, сейчас, а, кстати, вот он, академик, я еще, тут это, такой же у Пианицы, он тоже еще крупнее, так, жердель, Артем, а, сейчас, сейчас, раз, два, три, четыре, а где еще одна банка, еще одна банка, где, так, идти ее искать, вот, разговаривался, и сейчас сразу такой облом, так, вот он, нет, тоже не она, ну что, в машину бежать, поздно, сейчас закончилось, короче, да нет, я успокоиться не могу, где 8-я банка, ладно, короче, в той банке, самая мелочь, в той банке, манчжурский абрикос, так, вот, и, я хотел ее показать и сказать, дудки, не у пианиста, не у Милены, еще раз, плянусь Богом, что все это правда, что я говорю, правда, я ничего не выдумываю, у них ни в одного из них, двоих, нету, ни одного, и у соседей, ни одного манчжурца, ни одного, ну, назовем, плебея, и тогда, чем отличаются вот эти вот, они будут более качественные плоды, это еще, смотрите, королевский амур, рядом, может быть, 5-8 метров, в 10-7 манчжурец, у них полно, так, и тогда, что, может быть, не хуже, а, понятие хуже, кабрикосы, они могут быть мягче, на морозостойче, то есть, у них могут быть, папа, незаконно рождены, то есть, дети от манчжурца, то есть, что-то среднее, понимаете, вот, а именно, черемушкинские, от пианиста, но пианиста я уже продал, вот, черемушкинские, и, эти самые, от Милены, так, они, тоже не имеют отцов, плебея, вот, что важно, понимаете, то есть, они, 40-60 грамм, и у них дети, должны быть, 40-60 грамм, а то, что меня обвиняли, и чуть ли не мошенников, нет, они не меня, это абсолютно уникальный факт, что, из этих вырастают, из культурных, смешных садов, помните, который раз повторяю, эти самые, жердели, и дикари, вот, а значит, ваш брат Железов, это я, Железов, брат, вот, это, не мошенник, а у него мошенничество, и, он занимается мошенничеством, и обманом, вот они, поняли, тут уж никак, вот здесь, предупреждаю, не королевский, может быть, а вам, вот этот, жердели, в этом самом, манджурца может пойти, и не скрывая, но зато выдержит, хоть приполярный круг его, вот сколько я наговорил, ой, осталась одна минута, и все закроется, ну, еще полюбовались, вот, сладкая парочка, Серафим Артем, вот, ну, уже понятно, Артем вы видели, вот, то есть помельче, Артем, Серафим крупнее, разделение условное, все равно, не знаю, что из него вырастет, будет косточка Серафима, а окажется мельче, потомство, а Артем окажется больше потомство, еще что показать, вот, посмотрите, вот это собирали дети, видите, почему, те они подписаны, я просто уже, да, собирайте все подряд, говорю ребенку, что он понимает, он не подписал, значит, ребенок собирал, и вот он собирал, смотрите, и тут тебе академики, десятка деревьев, уже, допустим, где-то 50 упало плодов, где-то 100, где-то 10, я говорю, ребят, дети, собирайте все подряд, как я это называю, вспоминаем, ассорти номер раз, вот, если ассорти номер два, это вот эти самые, там, где все, и манджуси подряд, и все, все, вот, ну, эти, амур, и амуры, а именно, номер раз, это, смесь номер раз, это где, все подряд, а что они от этого, того, что мы не знаем, название, конкретной кошки, потеряли свои качества, все, друзья, фильм закончен, ну-ка, сейчас остановимся, через несколько секунд, благодарю за внимание, как же, улыбнитесь, вот снимает спиртная камера, пока.